что-то привез он нам добытчик наш дорогой где был-то у батюшки на бачка нам барашка открывай ну что-то батюшка вызывал на пол шестого звонил горит мясо у вас по уставу положено как вы свет зажгите два раза сказал какие-то глухие или безразличные . позвал горьба рашкова я бы просто у нас может есть все ну-ка было же разложила вытащить надо холодильник это шарик он сказал подарочек хорошо шарик выкладывай все это бесплатно батюшка дал он баранов держит батюшка наша с тарелкой не ходит по по храму потом обработать считаю барашка целую ну-ка как на базаре разложи вы решите еще у вас тут куда морозильную камеру или что завтра пятница нельзя понятно за свежая молодая барашка вот некоторые говорят вы не даете мясо разрешено разрешено суп который варит выбросать не буду сидеть ну вот все принимайте хозяева повара до раскладывать видите как она с батюшка заботится вот давайте конкретно спросим вот я выставляю в интернет это все какие священники так заботятся о своей пастве чтобы собственный набор раз не на базаре купленная вот такой свеженький барашек и звонил пастве своей и он знает что люди от отсюда понаехали пожалуйста позвонил пол шестого утра он не колет ему не положено по чину там старость занимается вот и пожалуйста вот как узнать который пастырь истину не истинный пастыр на вес колет говорит сдираете кожу с них плечом выталкиваете а истинный пастырь он заботится о том чтобы были святые все мы ушли истинный пастырь на минутку у вас можно давай жалуются что дрова сырые вот здесь это посоветуйте вообще вот это вот место где сейчас форму лежат туда будет просушивать дрова а формы пускай кладут в любое место куда бы посоветуйте куда формы ну куда полностью чтоб сушили это еще на печку не потянешь этого не было под печкой на улице когда жарко пусть выносят вот эти новые которые сейчас пилят формы чтобы кошка их куда положить посоветуйте может на подоконник а что положить формы форма они жирные не знаю на бумагу не знаю наверх туда ну а как они будут сюда рухнут какие формы из-под хлеба я понял дрова ты говоришь нет формы понял понял форма положить ну не знаю у нас было тогда куда ложить вот туда там может быть там может быть где-то посмотрите только даже быть опрокинута чтобы мыши там не попали вот на этом столе давайте положим они не вместятся нет нет мы наоборот там продукты храним от мыши бочки бочки освободите на бочке кладут вот я думаю так вот здесь маленько разобрать а что за коробки стоят вот это масло растительное махаронные изделия видите как это под лестнице вот здесь они вполне уместились бы вот сколько коробки вот там место молодец зачем ведро тут и под ним сырость ну сырость явно дело что доски будут глить это конденсат от ведер и от фляг ну хорошо сейчас фляг я спрашиваю разве про фляги я говорю вода на земле конденсат приносит и конденсат стекает газета да нет это не конденсат это пролитое конденсат это зимой тщательно вытереть и больше не допускать этого нет конденсат мокрое ведро оно очень холодное мокрое это конденсат конденсат можно просто под нее стелить нет это не конденсат зимой конденсат или там на нем а чтобы капать этого я не видал даже вот здесь вот место можно сюда вот их сложить туда нет туда они не полезут там очень неудобно и мало узко во впрочем сами смотрите ну вон на печке место свободное ну кто будет лазить на печку может вот эти коробки туда и коробки туда а это сюда вот это лучше на коробке это там беспризорно мышатник устроит коробки лишнего убрать унести вот это сода купленная тоже убрать ее куда-то надо форма только здесь оно никому не мешает так подожди никуда Володя не клади никуда значит вот здесь сделать сухое место и вот тут можно посложить их туда не лазим не надо туда вот сюда вот по ступенькам прямо и сложить туда никто не лазит выложить можем до самого верху надо сначала наверх на вершину на вершину вон там на вершину одни надо на одну так Володя здесь на ребро можно ставить попробуй на знаете здесь? да ну-ка на ребро пройдет не получается да жалко прямо ну внизу убери эту соду оттуда снова клади здесь и каждую примеряй на ребро на каждой на каждой ступеньке на ребро проверяй вот вот все в одном не вошло в другом входит все немного не надо заталкивать а чуть-чуть теперь рядом ставь еще одна все туда ставь наверх убрать лишнее там зачем она там стоит выкини оттуда коробки все оттуда вытащи на середину это водой заливают все конденсат идет с ведра или протекает или что уже мокрое опять это конденсат ну вот рядом ведро такое же стоит оно ступо оно вот здесь стояло вот они два ведра это я сейчас переставила когда просто квашу доставала хорошо а почему на том сейчас появилась сразу переставили опять мокрое стекает 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 ну не знаю это скажем что когда сможешь это большое так не ставки масла вдруг опрокинется это масло больших его он туда наверно вынести просто и все не надо какое масло растительное вот так да она правильно говорит вывести его поставить там его не тронут все нет только надо посмотреть где дно так банки отсюда уберите чтоб ничего не было фляги сдвинуть дальше сюда в ведрах не оставлять все Игнатий Тихонович у меня предложение если есть лишние резиновые коврики принесите под фляги пожалуйста ну вон она лежит немного вот вы отмойте и положите можно все хорошо сделаем все поднесите чтобы пол был сухой его просушите сейчас а потом положите хорошо так вытащи вот этот большой вот это вот уберите тут и не за чем ему они место только занимают так оттуда все убрать там можно положить на эти на большие эти стоят у меня бочки на бочки положить на бочки не каждая мышь достанет поднять на полу там не засорять на бочки составьте мигом перекинь туда и все я о масле говорю сейчас они сделают так давай форму тащите сюда где они ну ты не трожь ну ты не трожь она Сергей быстренько тащи форму подстелите бумагу туда под форму бумаги бумаги постелите там будет масло или что-то еще с них так скорее убирать все мясо убрать форму палец а зачем рот суешь со временем все дай расстелить вдвое так тащи сюда это вот в дальнем там вот закрывать надо ну не закрывается это вот форма у нас такие хлеб пекут в русской пище это галант а вот туда русская пища сейчас копится все так вот эту флягу маленько отодвинуть и она поперек легла бы Сережа ну ладно клади и на них можно там несколько рядов пожалуйста все решили вопрос вот это на чем покрышка покрышка чтобы всегда была свободная назначение так мясо выносите покажите а что она там с блиновка стоят ребята пошли принос ребята мы по делу тут пришли мы его ставить будем лечать все конечно два давай давай-ка посмотрим что ты опять ломаешься с кружкой ходи спокойно на-ка покажу я тебе расскажу вот эти вот два столба Сергей надо сейчас попросить чтобы он помог вынести отсюда они оказались видишь какие с этой стороны миловатые почему лежали на земле ну да матушка надо выщеркать вот это вот и потом это они с тремя будут стоять это можно почти все уже убрал гнилье столб-то целый руки убери вот он где земли касался вот он вот вот так вот и потом промазать его и сохраниться это мы сегодня должны там поставить будем на разных сторонах потом соединить и березовую жертью между собой соединить видишь как вылечивается и оно будет служить даже нужды нету дальше ее здоровая все еще нету не знаю как лечить дерево вот так и лечится так и человека милье вырезают операцию делает рак рак какой-то там завелся зачем он залез рак рак должен быть в речке а тут все такое это человека помещается давай дядя Сережа позовите к нам помочь Нестор зови наклоняй вниз боится она лежать нет? наклоняй до самого низа опа ну ладно потом подвинем вот пожалуйста сейчас мы поднимем следующее бревно рядом положим а потом увезем побольше сегодня возьми этого иначе Егору надо очистки унести или сейчас бревно пока увезем увезем бревно очистки никуда не денутся потом сразу за очистки схватились дядя Сергея позвать уже пошли звать где он сейчас мы пока обойди покажи что у нас что у нас тут доски толстые плахи дрова которые колоть надо яблонька вот она еще маленькие яблочки от ветра сломалась вот эта ветка сейчас она стоит вот я ее завязал и на подпорку поставил очистки другие вынесут ты с нами пойдешь вот теперь надо следующее бревно поднести и рядом положить его а где Сергей то сейчас идет он вот это бревно вынести оно никуда такое больше не пойдет я вчера говорил а потом мы замерим лестницу поставим и ты просверлишь заранее дырки так вынести бревно надо все на этом помогаем друг другу и начинай мы вдвоем унесем все мы вдвоем унесем ну несете ли конечно Егор давай по серединке не надо не надо она легкая вон туда обходите вокруг вон туда вокруг это серьезная штука тебе не собакам командовать давай тебе собака где-то я на собаку сказал так на пол кладите потом съездить два терешку раздать на пол кладите все свободен поднимай теперь сюда сбегай хорош сейчас иди там открывай и поволокли подмышкой держи его не наклоняй ровно держи подмышкой держи его не наклоняй ровно держи лопата лопата у меня там а ты свою ну ладно я мазилку держи Егор держит у нас тележка такая смазали вот там еще на перерез нам идут это и в тихие везут я вчера в интернете посмотрел поэтов надо было смотреть так Никитин поэт а улица Никитина это где храм стоит и отец у него был Савва Никитич нет не так Никитин Савва Евтихевич оказывается им это было все таки пользуемо вот оно где Евтихий у нас епископ был 13 лет Евтихий о лежит закрылся комары кусают что ли о ну с Богом с Богом а мы смотри качель это всегда Игорь помог подняли постановили гляди наверху там как налепили дети очень любят и надо им дать возможность свободно играть большая работа проделана тут была все выезжай за следующим вот поставим потом разворачиваем так подожди попутно дрова увезти разверни поближе нагрузить полностью и привязать убери веревку вот и все так посмотри где проехать по шлангу то нельзя наверное да можно чего давай подальше туда стой 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 назад ты что делаешь куда ты куда ты прешь ты видел нет это тыква а он еще ему разницы нет он не знает тыква репей чуть не погубили росток едва рассветший ну то тут растет дикая мальва но она уже не дикая большая видишь как вот везде тут тыква и если не смотреть за этим то тут беда там на огороде Надежда Васильевна свое хозяйство тешит вот это пространство вот между этими кустами это вырубили мы теперь тень не падает видишь какая огромная куча это вчера вытащили мы из кустов этот клен мешался здесь а теперь вот надо увезти там будут пилить еще ради пустоту гнать вот ну вы тут без меня должно быть обойдетесь я пойду намещать сейчас где столбы ставить столб против столба на равном расстоянии ладно с богом видите какая тыква пропололи на четвертый раз и такая высота опять вырастает тут тыквы огромные вот такая земля плодородная вот они кусты плеть я в прошлом году посмотрел длина плетья одиннадцать метров вот отмери это все из корня идет в разные сорняки везде заплетется и там целая вот она тыкву любой представитель ботаников скажет действительно это тыква вот вот где-то не постригли еще крапива ну вы щелкали практически все надежда населена там пошла по своим делам там у нее теплица вот так дружно и согласованно вот эти качели которые мы вчера тут уродовались с ними вот вверху сделали прибили чтобы именно ее перетирало как ее перетрет оторвало другую а чтобы самый основной брус сохранился высота не знаю высота какая замерил Володя? да сколько? четыре с половиной а? четыре с половиной пять метров? четыре с половиной четыре с половиной четыре с половиной метра эти стояки к пасынкам привязанные это сами все делали пасынки только нашли проволока восьмерка видите как а вон у меня там голуби откуда они вылезли я их всех спрятал а тут и два белых даже очень интересно на голуби от нее сползать начало она у меня ну выправили святое убавляю это вода